Тема сегодняшнего занятия адреноблокатора, прямые и невременные адреноблокаторы, давайте разберем, если у вас нет вопросов, а здесь еще не все отключились. Камера опять ни у кого нет, вы с телефона заходите? Вопросы по адреноблокаторам? Амина, вопросы? Я скоро забуду, как вы выглядите, так что может есть смысл перейти на занятия в аудитории? Нормально? Амина, что скажешь? А можете еще раз повторить, а то я только что подключилась? Как вы смотрите на то, чтобы перейти к занятиям обратно в нормальной аудитории, потому что ни у кого камер нет? И я скоро забуду, как вы выглядите. И мимо буду проходить на улице. Дальше две недели мы точно с вами не встретимся, мы на карантине. Ну, я имею в виду после двух недель. У вас в течение, да, занятия по фармхогнозе? Завтра 8 утра было бы. Но мы завтра отдыхаем. А, ну отдыхать не нужно. Да, кстати, завтра выходной, поэтому сегодня короткий день. И поэтому занятия немножко на час меньше. Так что давайте быстрее разбираем и отдыхать. Устраивает вас так? Да. Устраивает? Ну ладно. Насчет следующей недели. У нас на следующей неделе модуль. Как вы на это смотрите? Нормально смотрим. Нормально? Ладно. То есть вы готовы, да, к модулю? Будете? На следующей... ...вторной? Потому что вот вторая группа сейчас сказала, что у у них на следующей неделе там что-то 5 модулей? И я не знаю, у вас тоже так же или там по-другому? Ну мы на карантине из-за того, что мы не знаем, какое количество модулей у нас будет. Вообще у нас в среду должен быть как раз через неделю модуль. Угу. Но мы не знаем, будет он или нету. Потому что мы как бы сидим. Понятно. То есть возможно у вас из-за карантина не будет модуль. Ладно, я помню. Ну хорошо, тогда мы как раз вот модуль сдадите, чтобы потом те же модули, которые вы пропустите, потом вам придется их все равно сдавать. Нет, давайте если у нас там не будет в среду модуля, проведем ваш модуль, ну вот, фармакологию через неделю. Да. Модуль, да. На следующий момент. Готовьтесь. Устно, ну как раньше было, знаете, да? Мы же с вами устно делали, да? Да. Вот, то есть будет то же самое вот и... Да, и поэтому, почему камера никто не использует? На модуле все равно придется включать. Вы как бы заодно и включите сразу и на обычном занятии я буду видеть там кто хочет вопрос задать, кто что-то хочет сказать. Вот, а то как будто я сам с тобой говорю, получается. Так, кто хочет рассказать классификацию? Кто последний подключился? Давайте. Гульнас хочет? Ну а дреноблокаторы делятся на альфа и бета блокаторы, и они в свою очередь делятся на альфа-1, альфа-2 блокаторы и бета... например, фенокси-бензамин, тропофен, пироксан. Так. Так. У нас Тебя лсу уже подсказывает? Я хотела сказать, ну ладно. Хотела сказать, ну говори давай, говори. Альфа-1. Мы тебя слушаем. Вот он, она перечислила. Ещё, а есть ещё? Альфа-1, альфа-2. Празазин, Тразазин и Доксазазин, которые блокируют только альфа-1 блокаторы? Да. Празазин, Доксазазин и Тразазин, да, являются селективными альфа-1. Да. Ещё? Ещё не селективные, то есть блокаторы бета-1, бета-2, это пропан. Подожди, Гульнас. Ты не хочешь продолжить? Да. Бета-2. Нет. Почему? Нет, пусть Алсов продолжит. Ладно, давай Алсов продолжай. Ну, здесь пропанолол, гидрохлорид, надолол, тимолол, пенталол и окспиринолол. 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 В названиях бета-блокаторов в конце всегда All-All. Заметили? Да. И поэтому, если вы видите лекарства, то есть в названии вас спрашивают, а вы не знаете, что это за лекарство. Если видите в конце All-All, то значит Snicit это точно бета-блокаторы. Вот. Такая вам подсказка. Все блокаторы All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All. Ещё Алсу, там есть какие-то бета-блокаторы? Селективные там. Да, а пропронолол так называется, потому что у него в структурной формуле есть апропан. Так что вы не думайте, что это газ, а пропан, бутан. То есть он не взрывоопасный, но химическое строение, то есть структурная формула содержит остаток апропанола, поэтому пропан, All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All. То есть там All-All означает, что там есть гидроксидный радикал. Циметидин и барбитураты они тоже ходят на бета-блокаторы? Они влияют на рецепторы, но там непрямое влияние. Алсу, продолжай. Тут еще небивалол, бетоксалол, атенолол, талинолол. Самое главное забыла на букву N. Метапролол? Да, совершенно верно. Метапролол один из самых наиболее часто используемых бета-1 септивных адреноблокаторов. Ладно, дальше. А непрямые блокаторы есть? Хорошо. Перегуляйте, пока. Включи. Или кто-нибудь другой, кто вообще читал про непрямые адреноблокаторы? Там всего два препарата из основных. Скучно. Давайте быстрее. Сегодня короткое занятие. Нужно быстренько разобрать. И завтра уже выходной, поэтому и праздничный день. Давайте. Кто читал? Окт-1 и резерпин. Да, резерпин и еще кто? Окт-1. Окт-1? Угу. Есть такой, да? А гуанитидин? Амина? Угу. 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 Нет? Ну, я по крайней мере не знаю. Нет, а вы где смотрите? В интернете. В интернете. В интернете? Где именно? Просто нашла какую-то лекцию. Какую-то? А что, у вас лекции не было, что ли? Есть, я просто с образовательным порталом зайти не могу. Что? Он не работает. Портал? Я на портал не могу зайти. Работает же, я заходил только что. Ну, у меня не получается зайти почему-то. Не грузит. У тебя логин, говоришь, неправильный или вообще? Нет, у меня портал не грузит сам себе. А. Ну, возможно, ты заходила днем, вот днем перегружен, попробуй вечером зайти, ладно? Угу. Там, если не загружается, нужно просто обновить, но иногда он подвисает днем. Так что, лучше вечером, а лучше ночью, скорее всего, это самое главное. Ладно. Так. В итоге, да, у нас резерпин, гуанитидин и аминогурчо-октадин какой-то. Я впервые слышу на самом деле. Ладно. Дальше. Фарм... Механизм действий понятен, поэтому особо разбирать не будем. Давайте сразу разберем фарм-пинетику и показания. Начнем с альфа-агреноблокады. Кто хочет начать? Я заметил, что всегда отвечают вот Асу, Гульнас и Амина. Ну, и там, кто-то еще, не знаю. Все зелень иногда вроде. Ну, и, да, тоже. Получается, они оказывают выраженные сосудорасширяющие действия. В результате у нас снижается артериальное и венозное давление. Вследствие снижается артериальное давление, может возникнуть рефлекторная тахикардия. Совершенно верно. А к чему приводит рефлекторная тахикардия? К увеличению артериального давления. Совершенно верно. Давление сначала резко уменьшается, потом резко повышается. Что не полезно для пациента, которого давление понижено или понижено. И поэтому, по этой причине, альфа-адреноблокаторы редко используются в качестве антидепритной зеносой. Только если давление очень высокое. 100, или нет. 260 на 180, допустим. 260 систолическое и 180 диасторическое. Вот при таких высоких давлениях. То есть, если нужно резко снять давление, то тогда да, используется. А так обычно не используется. А как они вводятся? А как они вводятся? Кто читал про фармфокинетику? Способы введения? Какие литерственные формы есть? Как они быстро действуют? Коли? Угу. Как они тренировки, если вы местные. Угу. Поехищу. Один из него. Угу. Угу. вводит внутривенно как быстро эффект возникает 2 часа например у кого два часа нет феноксибензамин у него длительность до 24 до 48 часов то есть две сутки может а почему так потому что он необратимо связывается с альфа рецепторами он является не конкурентным антагонистом да получается так да действительно совершенно верно феноксибензамин не конкурент и поэтому он редко используется потому что он опасен если он свяжется с рецепторами то потом вы не сможете если вы передозируете вы потом не сможете ввести альвинарин и все будет нормально идет реанимировать пациента поэтому врачи его не любят и поэтому чаще используется такой препарат тоже альфа то есть не феноксибензамин который конкурентно феноксибензамин совершенно верно феноксибензамин феноксибензамин то есть тоже альфа 1 альфа то есть блокирует все альфа но он конкурентно поэтому если что можно как бы ввести побольше адреналина и они будут трудно то есть адреналин будет вытеснять феноксибензамин из связи с рецепторами и его эффект будет меньше также использовать паразазин у которого длительность 6 часов атеразин паразазин это процессе 6 часов атеразин за 1 раз 4 а там еще такси 1 36 то есть вот эти три препарата атеразазин теразазин и доксазазин они отличаются только по длительным действиям они являются как вы помните какими блокируем альфа рецепторов альфа 1 альфа 1 совершенно верно альфа 1 потому что альфа 1 у нас в крупных сосудах в аортах и венах и блокирование этих рецепторов препятствует действию адреналина который в крови на эти рецепторы и сосуды расслабляются то есть в норме адреналина всегда есть в крови и он действует на эти рецепторы сокращая сосуды то есть в норме сосуды всегда находятся в сокращенном состоянии и поэтому если мы ведем блокатор то они тут же расслабляются это происходит очень быстро и давление снижается какие есть заболевания и при которых используется альфа 1 облакатор на примере фенталамин используют при выраженной гипотезинзивной действии Он же оказывает выраженное гипотензивное действие при опухоли мозгового вещества надпочечников. А что происходит при опухоли мозгового вещества надпочечников? Получается, опухоль выделяет в кровь большое количество адреналина и норадреналина. И это приводит к повышению давления крови, тахиказии, армии. А фенталамин выделяет опухоль? Надпочечники. То есть выделяет надпочечники, да? При опухоли. При опухоли. А почему так происходит при опухоли? Ну почему надпочечники выделяют много адреналина? Ну их функция же получается изменена после этого. Они увеличиваются в размере, да. То есть опухоль это ведь неконтролируемое деление клеток, да? Да. И поэтому неудивительно, что при опухоли надпочечников они становятся большими и, естественно, вырабатывают больше адреналина. Естественно, его больше попадает в кровь. А организм не знает о том, что там опухоль. Он стимулирует на надпочечники, он думает, что они там нормальные, без опухоля. То есть там нет такого индикатора, что вот там опухоль. Потому что организм это новинка. Так что если вы сможете объяснить организму, что такое опухоль и как ее там, то есть как ее управлять, то возможно сможете лечить даже опухоль. Но, к сожалению, организм у нас очень тупой и сам сообразить не может. Ему объяснить никак нельзя. Ну, вернее, это тупая вот автономная нервная система. То есть мы-то люди как бы сами соображаем. Но вот как бы у нас есть еще автономная нервная система, которая независимо от нас там много чего делает. Вот. Она вот очень такая простая, как топор. Но зато надежная. Надежная просто хоть убей. Надежная. То есть если, допустим, вы что-нибудь там запланируете, вы можете это забыть. А автономная нервная система никогда не забудет, что вы должны дышать. Никогда не забудет, что сердце должно биться. Никогда не забудет про давление. Вот. И напомнит вам, когда нужно сходить в туалет еще. Когда мочевой пузырь наполнится. Вот. Так что. Сильно. Ладно, хорошо. Еще какие есть показания? Ну, фенталамин может быть еще использован перед или во время операции для предупреждения и экупирования гипертенсивных кризов во время хирургического вмешательства. И также для снижения артериального давления перед опухлями. Ну, перед, при опухле. То есть перед удалением, да? Если нам нужно опухол удалить, обычно это производится хирургическим путем. И во время операции адреналин будет выделяться в крови, чтобы он не вызвал там никакие тахикардии и прочее. Побочные действия. То есть не запланированные действия. То есть так-то обычно адреналин там хранится, он не выделяется прям в больших количествах. Так мы, когда начинаем резать там, то все запасы отзора одновременно выделяются, и это может убить человека. Поэтому, чтобы предупредить, чтобы на всякий случай был пенталамин. Или даже феноксибензамин. Может быть, есть тоже, потому что он более эффективен в этой памяти. Вот именно при удалении опухоли. И это, наверное, единственное показание, да? Ну, а также при нарушении периферического кровообращения, ну, при таких болезнях, используют способность фенталамина расширять периферические сосуды. Особенно артериолы, прикапилляры. И таким образом они улучшают кровообращение мышц с кожей, с листых оболочек. Ну, вот насчет этого скажу, что кровообращение там не улучшается, а наоборот улучшается, потому что фенталамин будет действовать и на артерии крупные тоже, и их тоже будет расслаблять. И так как он их расслаблять будет больше, чем периферические, то кровь вся уйдет в крупные артерии, наоборот. Поэтому, вот, это показание, оно не доказано, к сожалению, поэтому по этому показанию не уверен, что используется. Ну, возможно. Ладно, еще? Вроде все. Все. То есть, как вы видите, альфа-дреноблокаторы, особенно не селективные, показаний, вот только одно, при опухоли, которые бывают очень редко, то есть, допустим, рак груди бывает в сто раз чаще, скажем так, даже в тысячу раз чаще, чем. И даже рак груди, он бывает редко сам по себе, а вот эта опухольная почечка, она бывает еще реже, чем рак груди. Вот, так что, такие дела. Ладно, дальше. Побочные эффекты рассказать? Расскажи, Гульнас. Ну, то, что они у нас привести к тахикардии, заложенности носа. Заложенность носа, потому что расширяются тококтилляры. Сосуды, да. То есть, вы помните, да, что адреномеметики используются наоборот, чтобы от насморка, да? Да. Альфа-2. Вот. А здесь, как бы, то есть, блокадеры действуют обратным образом. Еще? И могут перевести к головокружению. Ортостатической гипотензии. Что такое ортостатическая гипотензия? Это увеличение артериального давления. Уменьшение? Да, уменьшение. Во время? Хорошо. Скажите, пожалуйста... Сейчас, как изменение положения тела? Да. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь чувствовали головокружение? Да, когда резко встаешь. Резко встаешь. А когда вы резко встаёте? Просто как... Проснулись. Проснулись. То есть, по утрам обычно, да? Было у кого-нибудь, чтобы кто-то в обрак упал? Ни у кого не было такого, чтобы по утрам... Дина? Да, я тут падала. Падала? Было такое. И Юля тоже такое, да? Ну, это было один раз всего 20-го. Душно было. Душно было. Ага. Ну, вообще, по утрам давление ниже. И... Потому что сердце бьётся медленно из-за влияния нервос вагус. И поэтому, когда вы резко встаёте, то под действием сил притяжения кровь устремляется в полые вены конечностей, ноги и руки. И головной мозг испытывает небольшую гипоксию, которая выражается в виде птичек у вас над головой. Вот, так что будьте осторожны, когда встаёте по утрам. Девушки обычно более чувствительные. Панур, у тебя когда-нибудь было? Ты когда-нибудь в вовборг падал? Не-не, я вовборг не падал. А головокружение было? Нет, не было. Разбит, даже головокружение не было. То есть у мужчин обычно это бывает меньше, потому что... По норд-экспорту занимаешься? Периодически. Каким? Чаще всего дивано-сидельным. Дивано-сидельным. Ну, то есть, по сути... Нет, а если... То есть... А раньше занимался? Раньше, да, занимался. Каким? Раньше в хоккей играл. Ещё раньше, по-моему, на карате ходил. Карате, хоккей. Не помню. Ну, неважно, вот каким спортом, но вот если вы в детстве даже занимались спортом, то вот у вас это будет меньше. То есть, даже если сейчас не занимаетесь, но всё равно, как бы, у вас сосуды будут более тренированные, потому что мышцы требуют много крови, если вы спортом занимаетесь постоянно. И особенно в детстве это заметно, потому что больше крови течёт, и сосуды постоянно под давлением, и они выдерживают это давление, и они реагируют быстрее. То есть, у спортсмена всё происходит быстрее, и метаболизм быстрее, и адаптация быстрее. Вот, и поэтому... У спортсмена... У спортсмена обычно такого не бывает. Ну, вернее, сам рефлекс, он есть, но, как бы, у них мышцы настолько сильные, вернее, сосуды, мышцы сосудов настолько сильные, что они успевают там сократиться. То есть, а у вас, если мышцы сосудов не тренированные... Да, в чём вообще фишка? В том, что, когда вы встаёте, резко меняете положение тела из положения лёжа, сидя, или из лёжа в стоя, то вестибулярный аппарат чувствует это. То есть, как вот, у вас в телефоне там есть гироскоп, который чувствует положение телефона там вертикально или горизонтально, или он лёжит. То же самое у людей есть вестибулярный аппарат, и там есть вот улитка, там камушки. Вот, и организм знает, что вы сменили положение тела. И, чтобы у вас не было головокружения, он сокращает сосуды конечностей, полу и вены. И это предупреждает отток крови из головного мозга, и поэтому всё нормально. Вот, но если у вас сосуды нетренированные, то они такие, что? Была команда сократиться? Сейчас подождите, я это, я ещё сейчас соображу, то есть они ленивые. Вот, и пока они там раскочегарятся, и вы уже встали, и как бы кровь уже ушла, и потом уже они, на них доходит, что надо бы сократиться, они там еле-еле, крифтя-крифтя сокращаются, и в итоге всё нормализуется, вы в обморок не падаете. Вот, а если там они ещё задержатся, то, соответственно, вот, как Юлия Едино, будет в обморок падать. Вот, и, а при использовании феноксибентамина или фенталамина блокируются рецепторы, и поэтому сосуды не могут сократиться. То есть этот рефлекс блокируется, или нет, сам рефлекс не блокируется, а блокируется его эффект. Вот, поэтому ортоспатическая гипотензия – универсальный побочный эффект для всех антигипотензивных средств, и особенно он сильно проявляется у альфа-дреноблоката. Дальше. А, ну да, ещё у мужчин просто крови больше, вот, и поэтому, и масла больше, ну и во всем. Мышцы больше, поэтому у них эффект реже проявляется. Чаще у девушек, и обычно у девушек, которые весят меньше, или которые более... Ну, а тем словом, утончённых натур, вот, у актрис особенно. Отёки конечностей, сухость во рту, сонливость, бессонница. Отёки конечностей будут из-за того, что давление низкое, поэтому кровь не поступает в нее. Кровь не происходит передачи между тканью и кровью, то есть, жидкость остаётся в тканях, а должна уходить вниз из крови. Отёки конечностей, сухость во рту, сонливость, бессонница. Сонливость, бессонница – это центральное действие, сухость во рту, потому что иннервация там тоже блокируется. Дальше. Также они могут привести к толерантности. Они получаются... Эффект первый... Ну, первый эффект будет больше, чем второй. Вроде всё. То есть, к ним развивается быстрое привыкание, да? Да, привыкание. Действует очень резко. Из-за того, что организм в ответ на резкое снижение давления компенсирует это другими способами. То есть, повышает объём крови, вызывает тахикардию. Ну, то есть, синтезирует сосудосуживающие и другие ленты, включая ренин, ангет. Но мы об этом ещё будем говорить в следующем семестре, пока что поэтому не разбираем. Так, ладно. Дальше давай у нас бета-адреноблокаторы. Какие вы знаете бета-адреноблокаторы и какие у них показания? Так, я напоминаю, что на следующей неделе модуль. И у тех, кто неактивно отвечает, я буду модуль принимать очень пристрастно. И буду вас всё спрашивать досконально. Вот. И буду вам задавать сложные вопросы, на которые нет ответов в учебнике. Так что давайте активнее участвовать в обсуждении. Ну, к ним относятся, например... А, нет, это не то. Сейчас. И это касается не только Алсу и Гульнас, это касается всех. Атаналол, метапролол, небеволол, бесепролол. Это касается, Юля, мы уже её дали давно. А нужно рассказать, какие показания, фарм, кинетика, побочные. Например, пропаналол вызывает эффект. Пропаналол. Смотрите, про. Про это как GoPro. Камера, знаете, такая есть? GoPro. Вот. Про. 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 И лол, как бы... Ну, ол-ол в конце ол-ол. Вот. Ну вообще, если вы знаете пропан. Пропан, знаете? Да-да. Сколько в пропане углеродов? Три. Три. Так долго ещё думали? Вот. И как бы там вот пропильный есть, то есть там основной скерет, он пропильный. пропильный, и поэтому пропранолол, пропан, ну как бы пропранолол, вот туда идет. Кто не знает, что пропанол это трехатомный спирт, наверное, вы видели газовые заправки, видели? Да. Или я не знаю, в саду у вас там есть газ такой в баллонах? Нет. Алсу, нет? Нет. Ну или там в деревне, я не знаю. Там пропан-бутановая смесь, не только пропан. Ну да, на заправках в автомобилях там пропан-бутан. Ну как бы, пропан там основной вроде, как абутан, чтобы не замерзало. Но это сжиженный, если газ. А если вот пропан, который в баллонах, то есть такие, для приготовления пищи обычно используется, там чистый пропан. Ну я не знаю, там где нет газификации, там иногда используется. В деревнях часто бывает. Ну сейчас, наверное, везде есть уже централизованная, да? Да, кстати, на выходные кто-нибудь уезжает из Казани? Да, уже уехали. Уже уехали? Уже дома. Уже дома? Амина, а ты где дома? Где у тебя дом? В Зеленодольске. Зеленодольск? О, слушай, землячка. Ладно. Вот, хорошо. Так, а кто еще из Зеленодольска есть? Я есть. У тебя тоже. Вы вдвоем там вместе? Ну нет, я в Казани. Сейчас нет. А почему надо было вместе ехать сразу, что здесь? Амина, а ты как добралась до Зеленодольска? На электричке или на машинке? На автобусе. На автобусе, понятно. Ну, тогда надо было вам с вами с Ирсио скинуться, и можно было на таксишке быстрее. Я знаю, там автобус, он хоть долгий очень, нет? Амина? Нет, каждый 10 минут ходит. Кто? Каждые 10 минут ходит. 10 минут ходит? Так быстро? Каждые 10 минут ходит. И где-то минут 40 ехать. 40 минут ехать? Всего? Не 40, а час. Ну нет. До тебя час, до меня 40. А, то есть там еще как бы такая большая родительница, да, что там разные есть. Зеленодольски. В Сияты, наверное, там какого-нибудь не в центре города, а в 3-м. Я, наоборот, в центре города живу. А, там пробок больше, наверное, да? Да. А, понятно. Да. Амина похожа на окраине, который ближе к Казани, да? Да. Да, это хорошо. Как-нибудь вместе съесть тоже. Хорошо. Ну, вы как бы, если там в следующий раз поедете, вы мне скажите, поедем вместе. А вы что, тоже отсюда? Я сам не отсюда, но вот, как бы, у меня есть родственники в Зеленодольске. Вот, поэтому можем поехать вместе. Так, дальше. Что там еще мы остановились? На чем? В этом локации, да? Да. Что там еще не разобрали, давайте доразбираем. И потом поедем в Зеленодольск с Сирсией. Амина нам там уже что-нибудь, наверное, приготовила на пропане в Битане. Вы поняли, да? Пропрановол. Вот. Очень полезная лекарство. Если что, можно приготовить что-нибудь. Поесть на нем. Если что, даже можно на нем доехать до Зеленодольска. То есть заправить машину. И, как бы, и причем экологично еще, не загрязняя окружающую среду. Вот, видите, какой полезный препарат. Кто хочет продолжить, давайте. Кто там рассказывал у нас? Ну, они вызывают эффекты, связанные с блокадой бета-адренорецепторов, то есть уменьшение силы и частоты сердечных сокращений, обнятение антивентикулярной проводимости, снижение автоматизма адриевентикулярного узла и волокон Пуркунье. И бета-адренорецепторов, то есть осужение кровеносных сосудов, повышение тонуса бронхов, повышение сократительной активности миометрии. Вот, пропанолол указывает гипотензивные антиангинальные антиаритмические действия. Антиангинальные, это что такое? Заболевание сердечно-сосудистой системы, ишемия. Антиангинальные. А, ну. При ишемии и ее осложнениях инфаркт миокарда. То есть ангинальное, это от слова ангинопекторис. А вы знаете, что такое ангина? Когда воспаляется горло? Да. Медалины? Да. А как вы думаете, почему при заболевании сердца вдруг ангина? Что за ангина там такая? Недостаточно сдыхательная. Нет. Сдыхание там все нормально. Называется так, потому что, когда заболевание только открыто, очень давно, то есть первое название было «грудная жаба». Потому что боль настолько сильная, что человек чувствует, как будто в груди сидит лягушка. И душит. Это вы про стенокардию? Да. Ну вот, Бульнас же сказала, что... Сказала, да, Бульнас? Да, она сказала. Вот, и поэтому... То есть, это пошло от названия. А грудная жаба, то есть грудная жаба, и на латыни это будет «ангина пекторис». То есть, ангина значит, ну ангина, а пекторис значит грудная. Вот, и как бы... Ну, это заболевание сердца. Вот. Поэтому антиангинальное, то есть вы не думаете, что это там что-то связано с горлом. Вот это заболевание сердца. Так. Еще? Да, насчет матки там, в принципе, только в родах это значит. То есть, важно. То есть, во время родов матка будет расслабляться. Это иногда полезно, если, допустим, роды преждевременные. А если, допустим, роды уже идут, и как бы не должны быть, то, наоборот, противопоказано будет бета-блокатор. А так, если женщина не беременная, то ничего страшного, это осматка, то есть, она не сильно там расслабится, и это ни на что не влияет. Не бойтесь девушке пить. Вот. Про пронолол и его. Ну и в основном будет метапролол. То есть, если это лекарство. Побочные эффекты, такие как бронхоспазм, артериальная гипотензия, головокружение. Артериальная что? Артериальная гипотензия. Рвота, диарея, гипогликемия и синдром отмены. Когда усиливается ишемия, миокарта и приступы синокардии, внезапная смерть может восстануть. Совершенно верно. И поэтому все бета-блокаторы обязательно отменяются постепенно. Что это значит? Это значит, что вот пациент принимает, допустим, по одной таблетке 200 мг 2 раза в день. И когда ему нужно отменить, он должен в течение недели принимать сначала по 100 мг 2 раза в день, а потом еще одну неделю по 100 мг 1 раз в день. И только потом можно отменить. То есть, это постепенное снижение дозы перед этой отменой и тогда все будет хорошо. А если сразу отменить, то будет смерть. Так что, если вы не хотите, чтобы ваши пациенты умерли и перестали ходить к вам в аптеку и приносить вам денежку, то тогда вы должны им об этом сказать. И напомнить потом еще. Все, гулять, там еще что-нибудь есть? Противопоказан при бронхиальной астме, при нарушении атривентикулярной проводимости, сердечной недостаточности, артериальной гипотензии и заболевания периферических сосудов. Ну, при гипотензии ясное дело нельзя, потому что и так уже низкое давление, и как бы и не надо. Но остальные там, при бронхиальной астме вы понимаете, потому что вызывают приступ бронхиальной астмы. И у нас еще есть непрямые адреноблокаторы, резерпин и гуанитидин. Вот, резерпин. Они получаются из растительного сырья. Показания те же самые, принимаются внутрь, как антигипертезивные средства используются. Но, правда, у них тоже привыкание. Резерпин у него еще есть и прямое действие на рецепторе, то есть он смешанного действия. Вот гуанитидин, гуанитидин, действует только. То есть там есть два механизма, одни лекарства угнетают секрецию, вторые увеличивают обратный захват. А резерпин еще в дополнение и блокирует рецепт, но только в меньшей степени. Вот, в принципе, все. Какие у вас вопросы? Вопросов не осталось. Что? Не осталось? Вопросов не осталось? Ладно, тогда, если вопросов нет, готовьтесь к модулю. На следующем занятии модуль. Если у вас возникнут вопросы, то можете задать их в комментарии к этому видео. Видео будет опубликовано в YouTube, на моем канале. Если кто пропустил что-то, то можете посмотреть заново. Ну или, допустим, вы едете в автобусе в Зеленодольск. Вот, и как бы делать нечего. Вот, и вам хочется заснуть, но там шумно и все мешает. Вот. И вот можете посмотреть это занятие. Оно очень скучно и, возможно, засунуть их подороги. Вот. Как раз один час примерно. Или необязательно в Зеленодольск. Любое место там по Татарстану и даже за пределами Татарстана. Мариэри. Кто-нибудь есть из Мариэри? Я. Да, Катя. Вот, да, тебе. Я недавно был в шиномонтаже. И там вот шиномонтажник был тоже из Мариэри. Вот. Поэтому я сказал, что у меня есть студентка из Мариэри. Вот. Ладно, тогда до следующей недели. Готовьтесь к моду. Особенно те, кто сегодня не отвечал. То есть практически все. До следующей недели. Всем пока. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания.